Жуков занялся мемуарами после своей опалы в 1958 году, но значительно ускорились сам процесс написания в 1760-х годах. Мемуары писались под очень жестким давлением сверху. Как объяснить разницу в изданиях? В чем разница? Дело в том, что существуют рукописи Жукова, которые написаны им лично. Хранятся они в РГВА, в Российском государственном военном архиве. И по этим рукописям, собственно, и восстанавливали издания. Понятно, что, может быть, библиографическую ценность имеет там первое издание, новость АПНовская. Но я бы посоветовал просто уже самые последние издания, которые выходили в 90-е годы. Да, они, так сказать, несколько волн выходило. По-моему, волн и пресса выходили. Они уже были восстановлены по вот этим его рукописям. И они в наименьшей степени содержат какие-то дополнительные правки. Поскольку Жуков писал под большим давлением, он был вынужден иной раз говорить что-то иносказательным. Но, тем менее, он один из немногих, кто обращался при написании мемуаров к документам. И, более того, считал это обязательным. И, глядя на него, то же самое делал Баграмян. Вот есть два человека, росписи которых есть там в документах высшего командования, верховного командования, уже в процессе написания мемуаров. Другие этим не утруждались. Очень, я бы так сказал, не другие, не все остальные. А очень многие этим не утруждались и не пытались там проверить свою память по документам. Жуков этим занимался очень серьезно. У него было достаточно времени на это во силу обстоятельств его опалы. Есть и другие прецеденты. Например, Сандалов, который после авиакатастрофы оказался прикован к инвалидной коляске. Вы не могли бы уточнить, Сандалов кто это? Л.М. Сандалов это начальник штаба 4-й армии в 41-м году. Впоследствии был начальником штаба 20-й армии, начальник штаба фронтов. В общем, он был такой грамотный штабист наш. И он писал исследования и мемуары, опираясь на документы. Это еще один пример того, как надо делать. Вот Жуков поступал точно так же. Он брал документы, читал, вспоминал. И поэтому даже такой не очень значительный эпизод, как военные игры января 41-го года, когда вот их очень любят в кинофильмах, что вот как Жуков подходит к Павлу и говорит, вот так вот тебя будут громить немцы в 41-м году. Это абсолютная хинея. Никакое сходство между играми января 41-го года и тем, что происходило на Западном фронте в июне 41-го года. Нет, ни по сценарию, ни по ходу боевых действий. Они никак не совпадают. Так вот, Жуков описал эти игры наиболее точно. И то же самое касается многих других моментов. Он, естественно, не мог написать о Ржеве. Все, что он знал и думал. И то, что, может быть, к сожалению, из-за этого безвозвратно потеряно. Но у нас, извините меня, Ржев был настолько засекречен, что даже в секретных операциях советских вооруженных сил Великой Отечественной войны, такой четырехтомник 57-го, 59-го годов, Ржева нет вообще. Что уж говорить о воспоминаниях и размышлениях, которые уходили огромными тиражами. Поэтому надо понимать, что какие-то пропуски, которые он был вынужден делать, и понимая, что иначе их не сдадут. Но при этом он писал для людей грамотных, понимающих, что там написано в документах, и часто его оценки, которые прячутся за какими-то общими словами, они окажутся абсолютно точными. Но это... Есть, так сказать, мечта издать мемуары Жукова с множественными комментариями и объясняющими контекст событий. Потому что, например, Просковско-Черновецкая операция в четвертый год, когда его заставили, Сталин переделал его план, он представил план, ставку, план переделают и углубляют операцию. В итоге, первый танк в армии немецкую, ее окружили, не удалось ее удержать. Вы рассказывали. И Жуков вполне четко написал в своих мемуарах, что надо было делать. Оставить там армию Катукова на северном берегу Днестра. Он точно, честно написал. И действительно, это решение было наилучшим.